Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие секретки! Сегодня с вами веснова, я Тяга Данадя. И сегодня опять показываю небольшие покупки фикс прайса. Вот, начну я сразу со сладкого. Вот такие вот прикольные конфетки. Даже они похожи больше на зефирки, маршмеллоу, клубника, банан, как те печенья, которые я уже показывала. Которые, кстати, очень вкусные и просто не могу остановиться с чаем их пью. Вот, и опять же, Тимми называются они. А это у нас Кольти. И жаление мишки с добавлением сока без ГМО. Моя мама очень сильно их любит, тоже очень с чаем часто их пьет. Вот, я еще не пробовала их, но она говорит, что они очень вкусные, что я обязательно попробовала. Вот, поэтому могу даже посоветовать, что, в принципе, можно брать такие. Так, вторые конфетки вот такие вот. Сладуницы называются. Они похожи на ириски. Если честно, я не очень люблю ириски, но мои вот любят. У меня от них лично зубы болят. Вот, они здесь у нас неглазированные, с молочными корпусами. Рамель или Рамель называется. Вот, и мои говорят, что они очень вкусные, что они похожи на коровку такую жевательную. Вот, и даже больше со вкусом сгущенки. Ну, поверю на слово. Далее я хочу поговорить вот про такой крем. Опять же, от Fit Cosmetic, как и те баночки крема, которые я показывала в прошлый раз. Который, кстати, крем в той баночке белой безумно мне понравился. Он очень классно питает руки, увлажняет их, ощущение свежести после него. В течение нескольких часов держит запах свой. И который очень вкусный, сладкий такой, напоминает что-то кокосовое даже. Ну, потому что там миндаль содержится. Миндаль, кокос, они всегда чем-то похожи очень. Вот, а здесь у нас просто гиалуроновый крем, глубокое увлажнение. Это для взрослых рук Анаксей, то есть для моей мамы. Но я попробовалась у неё, чтобы было что сказать. То есть, как прозастеривать, да? И сказать своё мнение. Если честно, мне не очень. Потому что после того, как я нанесла его на руки, он тут же всё впитался. И ощущение, как будто бы я его и не наносила на руки. То есть, просто как помыла руки с водой, да? И опять они у меня какие-то сухие. У меня безумно сохнет кутикула, я уже говорила об этом. Очень сохнут вот эти вот места около ногтей, вот эта вот кожа. С которой я очень мучаюсь. Со стороны не особо видно, но она всегда у меня натянутая. Иногда она трескается, но я постоянно её маслом смазываю. И стараюсь именно крем вот в эти места вмазывать сюда. Всё втирать. И более-менее мне этого хватает. Но хочется чего-то более увлажнённого. Например, как крем бархатной ручки, который очень мне нравится. Я его наношу на ночь. Вот. Потому что он очень такой жирный. И в течение дня очень неудобно с ним работать всё. То есть, он оставляет влажные отпечатки на бумаге. Потому что я постоянно с бумагой работаю. Вот. А этот крем, ну, не знаю. Ну, никак. Вообще никак. Мне не понравился. Он очень такой странный. Вот. Моей маме нравится. Но мне не пошёл. Не знаю. Может быть, кожа такая. Может быть, сам крем такой. Я не знаю. Здесь у нас говорится, что здесь гиалуроновая кислота. Она обладает уникальной способностью проникать во все слои кожи. Глубоко увлажняет. Стимулирует выработку коллагена. Заполняет морщины изнутри. Дарит вечную молодость кожи. Сомневаюсь я, что это так, конечно. Тем более, за 50 рублей. 55 рублей, да. Но. Не знаю. Может быть, это и так. Вот. Так что, такой вот крем. Те, кто пользовались, напишите, пожалуйста, как вам. Может быть, это только у меня. Так. Если честно, не знаю. Может быть, вполне себе крем нормальный. Но. Мне лично не пошёл. Моей маме пошёл. Но она себе его покупала. Значит, всё окей. Итак. Теперь перехожу к тому, из-за чего делала покупки. Это. Вот такие вот два набора. Наклейка 8 марта. Как всегда, взяла для своих бумажных друзей. И для своего дневника. Первый набор вот такой вот. Безумно красивый. Они все идут с тиснением. То есть, золотое тиснение у них. Вот. Такие элементы, которые переливаются на свету. В наборе три идёт. Раз. Какие, да. Наклеек. Но у нас только два было в магазине. Вот. И то. В одном магазине у нас вообще нет. Он ничего к 8 марта, который находится напротив нас. А тот, который в городе, через несколько улиц от нас. Он завёз только вот эти два набора. И открытки, которые я сейчас покажу. Такие вот классные наклеечки. Очень нравится мне вот эта вот. Такая классная. Да. И вот эта вот розовая. И вот эти розы сами. Да. Так что вот такая красота. Не помню, сколько они стоят. Здесь ценика нету. Кстати, очень классная корзонка. Вот эта вот, на которой сделаны наклейки. Её, в принципе, можно потом использовать в декорации писем, конвертов и своих дневников. Вообще, чего угодно. Такая вот универсальная бумага. Тем более, она двухсторонняя. Далее взяла вот таких вот три набора. Они, как я поняла по видео обзорам, совершенно одинаковые. Просто спереди лежат разные открытки. В наборе у нас сколько здесь штук? Не указано. Кажется, шесть открыток должно быть. А, нет. Пять открыток и пять конвертов в каждом наборе. Я открою только один. Покажу вам, что вообще здесь находится. Так. Взяла три набора, потому что у меня очень много собеседников, и окажется, мне хочется подстраивать. И вот такая вот у нас идёт открытка. Не знаю. Ногами, наверное, показываю. Вот так вот, вроде как. Вот. Да. Точно такая изображена на конверте. Открытки сзади, кстати, белые. То есть, их можно просто куда-то декорировать, приклеивать к тому же конверту. Либо написывать самому. Такие вот конверты. Тоненькие. Классные очень. Кармашком они вот так вот здесь застёгиваются. Можно вкладывать, опять же, не только эту открытку, но и полный набор того, чего вы высылаете в письме. Вот, опять же, как здесь. Вот. Вот, да-да. Вот так вот. Открытка. Конверт. Всё в тон. Можно подбирать так, как вам хочется. Например, зелёный в жёлтый, там, жёлтый в зелёный. По-разному. Как будет в душе угодно. В принципе, здесь не принципиально вообще как класть. Главное, как вам нравится. Вы можете послать просто открытку. Вы можете послать просто конверт. Вы вообще как угодно можете сделать. Можете вообще всё себе оставить. Вот. Так что, такие вот классные наборы открыток мне нравятся. Вроде бы они одинаковые, да? Вот где там открытка, да? Точно такие. Так что, три набора вполне себе хватит. Тут по три вида каждых открыток получается у меня. Вот. И никто из моих друзей определённым не останется. Вот. И, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы себе тоже что-то выбрали. Делитесь, рассказывайте, что прикупили косямам Марта. Я уже готовлюсь активно. И кучу писем разных забаковала. Надеюсь, моим адресатам понравится. И также для своих друзей тоже прикупила всяких мелых штучек. Вот. Всех любви ссылаю, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.